Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел итоговую пресс-конференцию. За пять часов он ответил на несколько десятков вопросов, в том числе касающихся пандемии. А также наградил сотрудников СМИ, отличившихся в этом году. Форум СМИ Мурманской области, или же большая пресс-конференция главы региона, для Андрея Чибиса уже вторая по счету. И в этот раз набивший оскомину коронавирус вмешался в формат события, пришлось изменить. Кому-то по душе реальное общение, но журналисты, кажется, не расстроились переносу форума в интернет-пространство. Ну и наконец-то вы сказали хоть правду, потому что мне мои всегда говорят, вот вы опять туда поперлись, понимаешь, вы замучили журналиста, с вами уже никто не хочет ехать, потому что это далеко. А вот, кстати, это вот моим коллегам, значит, это же действительно, мы вместе еще раз и еще раз окунаемся во все уголки. Поэтому в следующий раз, когда мне будут врать, что вы ехать не хотите, я буду всегда приводить пример ваш слава. Спасибо вам огромное, с Новым годом! Более 60 участников – это и профессиональные журналисты, и блогеры, и даже дети, которые только познают азы профессии корреспондента. Например, представители проекта «Академия телевидения», которые совсем недавно проходили небольшую стажировку на Арктик ТВ. Мария, здравствуйте. У меня два вопроса. Собираетесь ли вы взять на свой контрольник и дать у деревянного жилого фонда и ускорить то, чего сдали многим начальникам с пополнения обещаний с третьей столицы, с третьей столицы и обрезки дебятших? Реновация зато, проблемы ЖКХ, любительского и прибрежного рыболовства – самые сложные моменты в жизни региона. Коронавирус и его последствия – экономические показатели области. Все это прозвучало во время почти пятичасовой конференции. Андрей Чибис по времени и объему поданной информации, скорее всего, уравняется на главу государства, который в общении с журналистами на большой пресс-конференции также не скупился на время. И все же в череде проблемных были и глубоко личные вопросы. – Работать с интернатором непросто. И, наверное, вам всегда удается быть в хорошем настроении. Меня интересует, а что вы предпринимаете для того, в том случае, если совсем тяжело? – Работа действительно непростая, но больше всего расслабляет общение с семьей. Это правда. Знаете, иногда просто, конечно, ты тоже не можешь, приходя домой, в отличие от, наверное, других профессий или другой работы, все это, приходя домой, не можешь выключиться. Ты все равно находишься на связи, у тебя все равно приходят постоянные сообщения, постоянные звонки, ты постоянно должен реагировать. Этот форум СМИ вообще можно назвать одним из самых неформальных. Большинство участников в это время находились дома, не соблюдая дресс-код и другие формальности. Дети в кадре, которые, соскучившись по родителям или из интереса, подходили и смотрели на монитор. Пожалуй, у всех вызывали немало умиления. Такого на обычном форуме, конечно, не увидишь. – Так, что хотел помощник спросить? – Не уйдет ли Дед Мороз на самоизоляцию? – Я предлагаю по этому поводу не переживать, потому что даже если вдруг Дед Мороз уйдет на самоизоляцию, даже если вдруг, то он сможет в режиме онлайн всех поздравить, а подарки тоже передать. Я вот сидел на самоизоляции, и, вы знаете, точно не мешало моей работе. Поэтому уверен, что даже если вдруг что-то случится, и он сядет на самоизоляцию, это его миссии помешать не должно. Помощники Деда Мороза все подарки всем доставят. Традиционно пресс-конференция не обходится без награждения журналистов как за лучшие работы, так и в общем за трудовую деятельность. Благодарность от губернатора получил и коллектив «Арктик-ТВ». Благодарностью губернатора Мурманской области награждается Карабань Андрей Александрович, телеоператор «Арктик-ТВ». Андрей, тут хлопают, хлопают в студии. Андрей, тут у нас товарищи сидят, у них вот прям я боковым зрением вижу, вот у них сразу так. Но я скажу, ролики, которые ты делаешь, на самом деле даже мне там федеральные товарищи, периодически не только они в соцсетях их размещаем, но и я отдельные ролики тоже там отдельным товарищем бросаю, говорю, ничего себе, это кто-то, я говорю, контакты не дам. Он нам тут самим нужен. Подводя черту под форумом СМИ, можно сказать, что это своеобразное подведение итогов года. А ведь оценивать 2020-й очень неоднозначный со всех сторон, дело неблагодарное, но необходимое.